Молитва Анны, матери Самуила. Вечный пример благодарности. Псалом хваления Анны. Пророческая молитва Анны. Все происходит около 1070 года до Рождества Христова. Анна возносит песнь благодарения Богу за то, что Он оказал ей милость и дал сына Самуила. В первой книге Царств, вторая глава, стихи с 1 по 10, перед нами предстает молитва Анны, матери Самуила, или благодарственная песнь Анны, представляющая собой не просто молитву, но и пророческое излияние ее сердца. Эта песнь – яркий контраст ее предыдущему состоянию, описанному в первой книге Царств, первая глава, стих 11, где Анна, бесплодная женщина, изливалась перед Богом в смиренной просьбе о милости, теперь получив ответ на свою молитву о рождении долгожданного сына Самуила. В конце концов, ее сердце переполняется благодарностью, и она прославляет Бога. Этот отрывок, в сущности говоря, преподносит нам несколько важных уроков о благодарности и молитве. Благодарность Богу. Во-первых, песнь Анны ярко демонстрирует необходимость благодарности Богу за полученные благословения. В отличие от девяти прокаженных из Луки, 17 глава, 17 стих, которые, получив исцеление, не вернулись, чтобы воздать славу Богу. Анна ясно показывает, что благодарность – это не просто приятный жест, а наша должная плата, дань за его милость. Это не просто формальность, а выражение глубочайшего почтения и признания его власти и благости. Невозвращение к Богу после получения его благословений свидетельствует о нашей духовной незрелости и неблагодарности. Мы обязаны помнить о Божьей щедрости и отплачивать ему не материальными дарами, а искренним выражением благодарности. В этом видео представлена благодарственная молитва и песня Анны, записанные в Библии, но которые остаются актуальными для нас и сегодня. Это прекрасный пример того, как правильно благодарить Бога за его благословение. Учитесь на молитве Анны, матери Самуила, и откройте для себя счастье и благодарность, которые приходят от выражения благодарности Божьей. Подпишитесь, чтобы получить больше вдохновляющего контента. Изучаем молитву благодарности Анны в Библии. Во-вторых, молитва Анны, матери Самуила, подчеркивает связь между молитвой, ответом на молитву и последующей благодарностью. Получив желанное, она не просто испытывает радость, но и чувствует необходимость выразить свою благодарность. Это указывает на то, что ответ на молитву не является самоцелью. Истинная цель – установить и углубить наши отношения с Богом. Показать наше доверие и признательность за Его благоволение. Полученные благословения должны побуждать нас к дальнейшему общению с Ним, к прославлению Его имени и к еще более глубокой преданности. В этом контексте благодарность – это продолжение молитвенного диалога, укрепление связи между человеком и Богом. В-третьих, благодарность, согласно тексту, является неотъемлемой частью молитвы. Молитва Анны – это не только прошение, но и благодарение. Она показывает, что обращение к Богу должно включать в себя не только просьбы о нуждах, но и признание Его милости в прошлом. Это создает правильный баланс в наших молитвах, показывая наше понимание Божьей благости и нашего осознания Его постоянного присутствия и заботы в нашей жизни. Благодарение за прошлые милости помогает нам получить надежду и веру в то, что Бог ответит и на наше будущее прошение. Это инвестиция в будущее благословения. Повод, чтобы прославить Бога. Более того, Анна использует полученное благословение, рождение сына, как повод для прославления Божьей всемогущей власти и Его плана для своей церкви. Она, в сущности говоря, не просто благодарит за личные благословения, но и признает Божье управление миром и Его заботу о своем народе. Это расширяет масштаб нашей благодарности, выходя за рамки личных нужд и достигая понимания Божьего замысла в истории человечества и Его любви к своей церкви. Мы, пожалуй, должны учиться видеть Божью руку не только в личных благословениях, но и в глобальном контексте во всех событиях мира. Молитва благодарения всеми слышна. Также важно отметить, что изначально молитва Анны была молчаливой, исполненной невыразимых воздыханий, но затем она превратилась в явное публичное прославление Бога. Этот переход от невыразимой молитвы к публичному благодарению подчеркивает важность свидетельства о Божьей благодарности и благодати. Наша благодарность не должна оставаться личной тайной, а должна стать свидетельством для других, показывая преобразующую силу Божьей любви. Это, впрочем, побуждает и других к обращению к Богу и к благодарению. Свидетельство о Благодати Божьей – это мощный инструмент евангелизации и укрепления веры. Актуальность сегодня. Наконец, эта благодарственная песнь Анны, записанная в Священном Писании, остается актуальной и для нас сегодня. В силу чего она служит примером для подражания, показывая, как правильно благодарить Бога за Его милости. Она напоминает нам о важности благодарности как неотъемлемой части нашей духовной жизни, о необходимости публично свидетельствовать о Божьей благодати и о том, как это укрепляет нашу веру и способствует благословению других. В современных условиях, когда мы часто сосредоточены на своих нуждах и проблемах, песнь Анны напоминает о необходимости сменить фокус, переключивший спрошение на благодарение, безусловно, признавая Божью неприходящую любовь и заботу о нас. Она учит нас видеть Его руку в каждом аспекте нашей жизни, от самых малых до самых значительных событий и выражать Ему свою неизменную и бесконечную благодарность. Молитва Анны, матери Самуила 1 Царств, 1 глава, стихи с 24 по 28 и 1 Царств, 2 глава, стихи с 1 по 11 Когда же вскормила его, пошла с ним в селом, взяв три тельца и хлебы, и одну ефу муки, и мех вина, и пришла в дом Господа в селом, и отрок с ними, отрок же был еще дитя, и привели его пред лицо Господа, и принес отец его жертву, какую в восстановленные дни приносил Господу. И привели отрока, и закололи тельца, и привели отрока Анна, мать, к Ильию, и сказала, О, Господин мой, доживет душа твоя, Господин мой, я та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась Господу. О сем дитя тебе молилась я, и исполнил мне Господь прошение мое, чего я просила у него. И я отдаю его Господу на все дни жизни его, на все дни жизни его, служить Господу, и поклонилась там Господу. Вторая глава. И молилась Анна, и говорила, возрадовала сердце мое в Господе, вознесся рук мой в Боге моем, широко разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о спасении твоем. Нет столь святого, как Господь, ибо нет другого, кроме тебя, и нет имени, как Бог наш. Не умножайте речей надменных. Дерзкие слова да не исходят из уст ваших, ибо Господь есть Бог ведения, и дела у Него взвешены. Лук сильных переломляется, а немощные перепоясываются силою. Сытые работают из хлеба, а голодные отдыхают. Даже бесплодное рождает семь раз, а многочадное изнемогает. Господь умерщвляет и оживляет, низводит преисподнюю и возводит. Господь делает нищим и обогащает, унижает и возвышает. Из праха подъемлет он бедного, и избрение возвышает нищего, посаждая свельможами. И престол славы дает им наследие. Ибо у Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. Стопы святых своих Он блюдет, а беззаконные во тьме исчезнут. Ибо они силу и крепок человек. Господь сотрет припирающихся с ним, с небес возгремит на них. Господь свят. Да не хвалится мудрой мудростью Своей, и да не хвалится сильной силою Своей, и да не хвалится богатой богатством Своим. Но желающий хвалиться, да хвалится тем, что разумеет и знает Господа. Господь будет судить концы земли, и даст крепость царю Своему, и вознесет рог помазанника Своего. И оставили Самуила там, перед Господом. И пошел Елкана в раму, в дом свой. А отрок остался служить Господу при Иллии священнике. Это первая книга царств, вторая глава, стихи с 1 по 11. Молитва Анны матери Самуила, как благодарение Анны. В данном благодарении мы можем отметить три момента. Во-первых, Анна радовалась Боге. Его славным совершенством и великим делам, которые Он совершил для нее. Первая книга царств, вторая глава, стихи с 1 по 3. Обратим внимание. Анна, мать Самуила, в молитве, описанной в 1 книге царств, не просто выражает благодарность за рождение сына. Ее хвала обращена к Богу. И глубина ее поклонения раскрывает глубокое понимание божественных атрибутов. Она не сосредотачивается на материнском счастье или на исключительных способностях Самуила, а возносит хвалу самому источнику благословения. Это ключевой момент. Вместо того, чтобы фокусироваться на даре, Самуиле, она превозносит даятеля, Бога, иллюстрируя принцип, что всякая благодать должна вести нас к источнику этой благодати, к познанию и поклонению Богу. Любой другой ребенок мог бы родиться, но только один Бог, Егова, обладает уникальными, неповторимыми качествами. Этот акцент на исключительности Бога подчеркивает необходимость славить Его как несравненную личность, обладающую совершенствами, недоступными никому другому. Все остальное лишь притворщики. Псалом 18 стих 32. Бледные копии, неспособные приблизиться к истинному величию Бога. Божий характер Анна выделяет, по крайней мере, четыре аспекта божественного характера. Во-первых, незапятнанная чистота, святость. Его незапятнанной чистоте нет равных во всем мире. Она является одной из самых характерных черт Бога и прославляется в Вышнем мире. Теми, кто постоянно видит Его лицо. Это книга Исаия 6 глава 3 стих, Откровение 4 глава 8 стих. В книгах Исаии и Откровении мы читаем о том, как ангелы воспевают славу Бога и признают Его святость. Когда Израиль победил египтян, они также прославляли Бога, как величественного и святого. А в данном месте Анна, мудрая женщина, радуется тому, что нет никого такого святого, как Господь. Этот добродетель является неотъемлемой частью его природы. Она определяет его безграничное соответствие самому себе, его справедливость во всех его действиях. Поэтому, вспоминая о святости Бога, кроме всего прочего, мы должны воздавать Ему хвалу и славу. Всемогущая сила. Его всемогущей силе нет равных, ибо Бог наш, непобедимый и всемогущий. Нет никакой твердыни или силы, которая могла бы сравниться с Ним. Он наш защитник и опора, и мы можем положиться на Него в любой ситуации. Анна, испытавшая на себе Его могущество и силу, уверенно говорит о том, что Бог – наш верный союзник и надежный оплот. Он всегда рядом с нами и готов помочь нам в наших нуждах. Пусть Его всемогущая сила будет нашим оплотом и защитой во все времена. Молитва Анны, матери Самуила – это бесконечная премудрость. Он четко и совершенно видит характер каждого человека и его заслуги. Не существует ничего, что было бы скрыто от Его справедливого суда. Он знает наши добрые дела и наши ошибки. Всегда. Он не оставляет неприятных моментов безнаказанными, но и не забывает вознаграждать за добродетель и праведность. Он дает знание и разумение тем, кто ищет Его. Его мудрость доступна для тех, кто искренне стремится к Нему. Он открывает свои тайны тем, кто ищет истины и жаждет познать Его волю. Его мудрость – это не только знание, но и разумение, которое помогает нам принимать правильные решения и следовать по праведному пути. Пусть Его непостижимая мудрость будет нашим направлением и нашим учителем. И пусть мы всегда ищем Его истину и стремимся к Его мудрости, чтобы стать лучшими версиями себя. Пусть мы всегда помним, что Он – Господь, Судья всех, и Его мудрость превосходит все наши ожидания. Неизменная верность. Его непостижимая мудрость простирается далеко за пределом нашего понимания. Он – Господь, Судья всех, Владыка всего сущего. Его мудрость не имеет границ. Она проникает в самые глубины нашего существования. Он знает нас лучше, чем мы себя знаем. Он видит, безусловно, наши мысли, чувства, действия и намерения. Ничто не ускользает от Его внимания. Он – Бог ведения. Он знает все о нас и о нашем будущем. Не существует ничего, что было бы скрыто от Него. Он знает наши пути и направляет нас к праведности и истине. Его мудрость неизмерима. Она превосходит наши возможности понять Его величие. Его справедливость непогрешима. Ведь все Его дела взвешены. Он не торопится в своих решениях. Ведь Его вечные советы также взвешены. На весах Его судов лежат поступки людей. И каждый будет вознагражден согласно своим делам. Не существует ошибок в Его суде. Ведь Он знает людей и их дела лучше, чем они сами. Пусть это будет напоминанием для нас, что наша справедливость и наши поступки также будут взвешены на весах Его судов. Молитва Анны, матери Самуила, как утешение Анны. Пример веры и благодарности Богу. История Анны, бесплодной женщины, наконец-то обрезшей сына, служит мощным примером веры и благодарности Богу. Ее утешение, однако, не было просто радостью материнства, а гораздо глубже и многограннее, являясь отражением глубокой духовной связи с Богом. Рассмотрим более подробнее два аспекта ее утешения – святую радость и святое ликование. Во-первых, святая радость. Анна не просто радовалась рождению ребенка, что само по себе было бы огромным счастьем после стольких лет бесплодия. Ее радость была направлена прежде всего к Господу. Она осознавала, что ребенок – это дар Божий, благословение, проявление Божьей милости и ответа на ее горячие молитвы. Это понимание переводит радость на качественно новый духовный уровень. В тексте Библии подчеркивается «Позрадовало сердце мое в Господе». Это не эгоцентричное ликование, а благоговеянное чувство благодарности Создателю за исполнение Его воли. Более того, Анна не ограничивает свою радость только личным счастьем. Ее радость простирается на спасение всего народа Израиля, видя в своем сыне не только личное благословение, но и потенциальный инструмент в Божьем плане спасения. Это правительское понимание преобразует будущего Мессию, Иисуса Христа, который станет истинным Спасителем. Бог – источник нашего веселья. Ребенок Анны – это отголосок великого будущего спасения, что придает ее радости масштаб и величие, выходящие далеко за рамки личного счастья. Эта радость глубоко созвучна стихам из Псалма 43, 4, где говорится, что Бог – источник нашего веселья. И именно в нем, а не в земных благах, должна находиться наша истинная радость. Она не просто получила желанного ребенка, она получила подтверждение Божьей любви и верности, что несоизмеримо ценнее любых земных благ. Этот опыт глубоко преображает ее внутренний мир, формируя стойкое чувство духовной надежды и благодарности. Этот опыт может быть понят и в контексте древнеизраильской культуры, где дети рассматривались как благословение Бога и залог продолжения рода и семьи. Рождение ребенка для Анны было не просто исполнением желания, а символом Божьего благословения, восстановлением ее статуса в обществе и надежды на будущее. Святое ликование. Во-вторых, святое ликование. Фраза «вознесся, рок мой» символизует не просто повышение социального статуса, но и мощное духовное возвышение, в древнееврейской культуре рок символизировал силу, могущество и славу. Аналогично, музыкальные инструменты, которые упоминаются в 1-й Паралипоменон 25.5, использовались для прославления Бога, а именно слова Анны указывают на то, что ее хвала Богу достигла необычайной высоты. Это не горделивое самовозвеличивание, а восхваление Божьей силы и милости, проявившейся в ее жизни. Ее ликование – это акт глубокого благодарения, выраженный в публичном прославлении Бога. Молитва Анны, матери Самуила. Это свидетельство о Божьем суде и защите. Фраза «Широко разверлись уста мои» подчеркивает ее желание поделиться своей радостью и ответить тем, кто прежде порицал ее за бесплодие. Это, несомненно, свидетельство о Божьем суде и защите невинности, невиновности. И одновременно, как принято говорить, демонстрация силы веры, которая помогает преодолеть обвинения и осуждения. В Псалме 127.5 есть сравнение, где множество детей уподобляется полному колчану стрел, обеспечивающему защиту и уверенность в себе. Для Анны этот стих обретает новый смысл. Она не только получила то, чего так сильно желала, но и обрела духовную силу, необходимую для противостояния, негативу и критики. Ее ликование – это не просто личное торжество, но и мощное свидетельство о силе Божьей для всех тех, кто переживает трудности и невзгоды. И это не просто эмоциональный всплеск, а продуманный акт публичного благодарения, направленного на то, чтобы все знали, что только Бог способен сотворить такие чудеса. Анна становится живым примером надежды и укрепления веры для всех женщин, которые страдают от бесплодия или сталкиваются с другими жизненными трудностями. Ее история показывает, что даже в самых тяжелых ситуациях вера в Бога и благодарность за Его милость способны принести истинное утешение и глубокую радость. Вера над высокомерием и злобой. В-третьих, текст описывает победу веры над высокомерием и злобой врагов. Главная героиня, благодаря своей непоколебимой вере в Бога, смогла преодолеть насмешки и гонения, переживая, по сути, триумф духовной силы над силой человеческой злобы. Стих из 1-й царств 2-3 «Не умножайте речей надменных» показывает, что божественное осуждение выпадает на тех, кто возомнил себя равным Богу, противоставляя себя Его воле. Это не просто запрет на высокомерие, а призыв к смирению перед величием Божьим. Также, вдобавок, признание Его абсолютной власти. В контексте всей истории, наряду с тем, это обращение к самоуверенности и гордыне врагов, которые, вдобавок, высмеивали веру главной героини, Анны, и презирали ее упование на Бога. Победа веры Далее, цитата из Михея 7-10 «Увидит эта неприятельница моя и стыд покроет ее, говорившая мне, где Господь Бог твой?» иллюстрирует римуф веры. Здесь не просто описание личного торжества над конкретным врагом, финаной, а на самом деле символическое изображение победы веры над сомнением и неверием. Неприятельница это не только конкретное лицо, но и все силы зла и неверующие, которые насмехаются над верующими. Их презирительный вопрос «Где Господь, Бог твой?» это вечный вызов веры, на который ответ дается не только словами, но и делом. В результате жизнью полной божественной защиты и благословения. Стыд, который покроет врагов, это не просто чувство неловкости, а божественное осуждение и их гордыни и неверия. Наконец, ссылка на Псалом 73.9 «Поднимает к небесам уста свои». Расширяет контекст. Здесь речь идет не только о личной победе, но и о борьбе всего народа Израиля против врагов. Уста, поднятые к небесам, символизирует не молитву, а насмешливое высокомерие и пренебрежение к Богу. Причем, это вызов божественному авторитету, попытка поставить себя выше Бога. Поэтому, без всякого сомнения, главная героиня не просто отвечает на личную критику, а обращается к более широкому кругу врагов, показывая, что их высокомерие будет осуждено. Молитва Анны, матери Самуила, как пророческое возвещание. Важно подчеркнуть, что песнь главной героини – это не просто личное выражение радости, а, несомненно, пророческое возвещение о будущей победе божественной правды. Она демонстрирует не лишь личный духовный рост, но, вдобавок, и надежду на спасение и защиту для всего народа. Ее слова – это послание надежды, и ободрение для тех, кто испытывает гонения и насмешки за свою веру. Бог, безусловно, не оставит свой народ. Он заступится за него и осудит его врагов. Это, вдобавок, ключевое послание, которое пронизывает весь текст и дает глубокий смысл всей истории. Победа главной героини – это символ победы в вере над сомнением, надежды над отчаянием. Благодарение Анны. Глубокий анализ молитвы Анны матери Самуила, записанной в первой книге Царств, второй главе, представляет собой удивительный образец благодарности, обращенной к Богу. Ее слова буквально глубоки и многогранны, раскрывая перед нами удивительной истине о Боге и человеке. Фокус на Боге, а не на даре. Первое, что бросается в глаза, это то, что Анна сосредотачивает свое внимание на Боге, а не на даре, которым он ее благословил в рождении сына Самуила. В то время, как многие родители получил долгожданного ребенка, словно и хвалиться его талантами и достижениями. Анна, например, возносит хвалу исключительно Богу. Она понимает, что Самуил – это дар Божий, и вся слава за него принадлежит только Ему. Почему это так важно? Бог – источник всех благословений. Именно Он дает жизнь, здоровье, таланты и все хорошее в нашей жизни. Сосредотачиваясь на Боге, мы признаем Его как единственного источника всех благословений и выражаем Ему свою благодарность. Молитва Анны и матери Самуила как предотвращение гордыни. Когда мы слишком сосредотачиваемся на своих достижениях или достижениях наших близких, мы рискуем стать гордыми и забыть о Боге. К тому же, благодарение Богу помогает нам сохранять смирение и, несомненно, осознавать, что все, что мы имеем, это дар Его благодати. Углубление отношений с Богом. Когда мы благодарим Бога за все, что Он для нас делает, наши откровения с Ним и отношения становятся более глубокими и личными. Без всякого сомнения. Благодарность – это ключ к укреплению нашей веры и доверия к Богу. Четыре прославленных качества Бога. В своей молитве Анна выделяет четыре основных качества Бога. Первое – святость. Анна утверждает, что нет никого святее Господа. Святость Бога, бесспорно, означает Его совершенную чистоту, праведность и отделенность от греха. Это фундаментальное качество Бога, которое прославляется во всем творении. Единственность. Анна подчеркивает, что нет другого Бога, кроме Господа. Это вместе с тем свидетельствует о ее глубоком понимании Божьей исключительности и всемогущества. Мудрость. Анна говорит о Боге, как о Боге ведения, чьи дела взвешены. Это, притом, указывает на Божью мудрость и Его способность управлять всем творением. Четвертое – сила. Анна упоминает о Божьей силе, которая проявляется в Его способности поднимать смиренных и низводить гордых. Почему эти качества так важны для нас? Основа нашей веры. Понимание этих качеств Бога является основой нашей веры. Когда мы осознаем святость, единственность, мудрость и силу Бога, мы можем с полной уверенностью положиться на Него во всех обстоятельствах нашей жизни. путеводитель в жизни. Эти качества Бога помогают нам принимать мудрые решения и жить праведной жизнью, стремясь подражать Богу в Его святости и мудрости. Мы можем стать более похожим на Него. Источник утешения. В трудные времена осознание Божьей силы и любви может стать для нас источником утешения и надежды. Молитва Анны Матери Самуила Применение в нашей жизни Молитва Анны служит для нас прекрасным примером того, как мы можем и должны благодарить Бога. Мы можем применить ее опыт в своей жизни, следуя этим простым шагам. Первое. Сосредоточьтесь на Боге. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на своих проблемах или достижениях, направьте свое понимание на Бога и Его совершенство. Второе. Выделите конкретные качества Бога. Подумайте о тех качествах Бога, которые вы особенно цените и выразите Ему свою благодарность за них. Третье. Будьте конкретны. Вместо общих фраз старайтесь выразить свою благодарность конкретными словами. Например, вместо того, чтобы сказать «Спасибо, что ты со мной», скажите «Спасибо, что ты всегда меня слушаешь и утешаешь». Четвертое. Делайте это регулярно. Благодарение Богу должно стать неотъемлемой частью нашей жизни. Старайтесь благодарить Бога каждый день, даже за самые маленькие вещи. Заключение. Молитва Анны, матери Самуила. Это вечное напоминание о том, что истинное счастье заключается не в материальных благах или земных достижениях, а в глубоких отношениях с Богом. Когда мы учимся благодарить Бога за все, что Он для нас делает, наша жизнь наполняется смыслом и радостью. Пожалуй, сегодня я заканчиваю. Между прочим, если вам понравилась запись или вы получили слово откровения от Духа Святого, конечно, поставьте лайк. Когда вы ставите лайк, мне нравится или делитесь рассказать друзьям. В результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего слова. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова